Добрый день, меня зовут Александр, я жилец третьего дома по улице Пионерной. Хочу обратить ваше внимание, вот смотрите на такую вот проблему. Проблема действительно очень колоссальная, потому что во время дождя, даже небольшого дождя, маленького, тут очень обильная вода поступает, вплоть до того, что искрит очень сильно. Есть вероятность, что может произойти замыкание, и тогда будут действительно последствия очень-очень сильно серьезные пожары и тому подобное. Вот этому страдают четыре квартиры. Раз, семь вторая квартира и семь вторая квартира. И на восьмом этаже под нами тоже женщина страдает от, будем говорить, затопления. К большому сожалению, не помогают мои подходы по разным инстанциям, по разным кабинетам. Есть у меня письменные обращения на руках с локальными печатями, есть сразу же ответы на них. Складываю такое впечатление, что просто наши доблестные правители очень абсолютно, хочу как бы сказать, просто лелеют своих избирателей и заботятся о благосостоянии своих избирателей и горожан нашего города. Не знаю, что делать, уже крик души, просто давайте как-то бороться с этой властью, потому что, ну, посмотрите, и уверен, что не только здесь такая проблема. На девятом этаже, ну, там, на крючке. Это есть девятый этаж. Нет, я имею в виду, там на крючке тоже есть, да? Ну, конечно, естественно. Факт на лицо, проблема очень даже, как бы, серьезная. Все это длится уже два года. Два года мои обращения никуда, никому ничего не привели. А до этого все было нормально? Ну, это вот начало потихоньку происходить с шестнадцатого года. А-а-а. С шестнадцатого года. Просто. Что делать? Вопрос главный, что делать? Пожди, посмотрим квартиру. Вот так. На восьмом этаже тоже, да, у вас подожди? Восьмой этаж, да, под нами квартира тоже страдает. Эти страдают. И вот наша стенка тоже страдает, как бы. Но там у них вообще просто мама не горит. Слушай, Ромик, давай, я хочу посмотреть. Внимание сразу на крышу. Вот на крыше. Вот здесь. Вот здесь. Это после неоднократного ремонта. Вот, посмотрите, все течет по стене. Отсюда течет по стене. Вот, смотрите, что творится. Пожалуйста. Это неоднократный ремонт. За карнизами, если обратить внимание, тоже грибок такой, как внизу. По карнизу все, как бы. Вот еще течь одна. Прямо на диван. Прямо на диван течь. Что делать? Куда детей выбирать? Во время дождя. Саш, покажи, какие документы у тебя еще есть. Да, вон документы. Сейчас на кухню. Давай пройдем на кухню. Сейчас. Вон обращение. Заявление смотрит всякие. Вот это подтверждение, что все было. Вот это мой ксерокс. Это статья в газету нашу. Вот опять заверение, что Жовнир, наш доблестный мэр, согласен нас принять заявление подписей пострадавших. Это уже депутат Сказверлене. Смотрите, сколько раз. Тоже с печатями. Все, все документы, все. Как бы, смотрите, ноль, ноль. Ничего. Это заявление тоже пострадавшей, соседки нашей. Посмотрите, сколько раз мы обращались. Смотри, есть, у нас в тариф входит ЖКХ, да? У нас в тариф входит, что мы должны делать частичный ремонт. Посмотри, сколько. Они делали вам частичный, мы к ним обращались, что отвечали? Смотри, сколько у нас обращений. Смотри, сколько у нас обращений. Вот именно наше место. Что они пишут? Что они пишут? Хорошо, ваше злоенное протекание. составлен а какой акт какие ремонт какие где кто делал написали что делали никто ничего не делал второе звенами посмотрите это одно это второе тоже пишется что что-то делали кто делал еще одно обращение тоже смогли печатью сколько мне их писать вы просто сможет 10 20 сколько звезды вот это вот джонни тоже депутатской звезды на полу на наши классовый вот суржика все есть абсолютно так что суженка говорит у них входит понимаешь они должны 10 процентов но они на себя берут там написано у них в документе что не 10 процентов они должны проводить ремонт факт на лицо ничего на лицо все факт на лицо с 16 года я уже устал прочитывать сколько я разбегал ничего не было произведено по крайней мере никакого результата никакого абсолютно никакого куда мне подставлять тазики куда убирать детей во время дождя во время таяния снега это же все течет вот так вот вы увидели что творится это ужасно ужасно а когда было отопление про тут когда было твое то вообще было сауна когда я все время стравливал с девятого этажа отчего что у вас был потому что за воздушный был была система за воздушные трубы на 8 на 7 этаж 9 тем более вообще вода не подходил то есть я сидел в разуда табуреточку брал семочки и все и стравливал игрался три-четыре часа игрался стравливал воздух до тех пор пока стравливал воздух все было замечательно после прекращал нет все надоедало все опять опять на свои места пока я не заявил официально что я прекращаю стравливать воздух и сам и родственникам запрещаю стравлю пускай все 36 квартир или сколько у сай идут и разбираться почему не только я же должен буду только между правильно так что вот так вот такие вот как вы дела что делать вот что мне делать ну давай его ну вот 12 числа уже мне работает прием гаражного числа вот все это официально заверено в один часов дня это что это вот последнее обращение на 12 число а что там написано прочитай пожалуйста обращаясь к вам в неочередной раз просим прошли обильные весенние дожди проблема с крыши остается актуальной заливает несколько квартир обратите пожалуйста внимание прошу вас выделить средства для проведения ремонта крыши уже этим летом сколько можно обещать все вот все жильцы подписаны будем надеяться шоу айсберг сдвинется но я не верю что нету денег в бюджете шоу залатать там какую-то хоть трещину или что что делал вообще должен быть нужно было обращаться к суженкой эти предлагаю тогда завтра чтобы не спешить саши сколько раз посмотрю саши мне раз давай тогда завтра с не давали раз хорошо два три это все обращение 455 обращений по одному и тому же вопросу сколько ну составлено конечно включен в план работы когда этот план работаю моё тут 16 год 17 год 18 год сколько можно обращаться ну сколько можно вон ответ мокрая печать просто оригиналы все находятся у нашего депутата я себе этот ксерил так как бы то и все но можешь есть кому мне еще обращаться суженка как суженка обращался по насеку обращался к жоуниру обращался с бегуновым разговаривал кому тут еще по-божески 69 квартиры там вообще просто они могут нам показать сейчас если они есть там вообще просто капец